Смотрят во многих странах, кстати, сегодняшнюю трансляцию, смотрят и в США даже. Итак, знаменитая фраза Ария Майкла Баффера. Все. Зал наэлектризован, всех ждут. Итак, Лукас Браун представляет нам сегодняшний сайт. Ой, простите, Майкл Баффер представляет нам Лукаса Брауна. Как я уже сказал, 36 лет, 23 боя, 23 победы, 20 нокаутов, великолепный послушный список. Он про МША, Ортодокс, против Левши Чигаева. И бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахманзо прогнозирует победу Лукаса Брауна в сегодняшнем поединке. Ну а у Хмисгеров все-таки предпочтение отдается российскому, простите, Руслану Чигаеву, звезде бокса из Узбекистана, который нашел здесь вот, грустную свою вторую родину, можно сказать. Именно он защищает свой чемпионский пояс сегодня. Одним словом, нам сейчас предстоит посмотреть 12 раундов очень интересного, очень напряженного и очень трудного для обоих баскеров. Пойди-ка, уверяю вас. Или меньше. Ну или меньше, может быть. Только что нам показали супругу Руслана Чигаева, которая, конечно, будет сидеть, смотреть и страшно волноваться, а как по-другому. А тем временем пояс сейчас передали в руки супервайзера, положили его непосредственно рядом с нашей комментаторской позицией. И все люди, которые были в Риге, сейчас покидают его, остаются боксеры и рефери Кристот Долу из Южной Африки. Очень известный, очень авторитетный судья. Ну что ж, Руслан Чигаев, Лукас Браун. Я думаю, вас не составит труда понять, кто где кто. Профессионалы дерутся головами по поясу, а у Лукаса Брауна такая своеобразная майка из татуировки на теле. Ну и прически, конечно, боксеры отличаются, я уже не говорю о габаритах. Видимо, Чигаев пытается раздергать. У Руслана, конечно, большой фундамент технический, вообще фундамент боксерский. Это никто не может отрицать. Я уже говорил о его любительской карьере, о его чемпионских боях. Здесь у профессионала, когда он владел полноценным чемпионом мира. Конечно, все это у него и этот огромный опыт за столько лет. Обратите внимание, Лукас Браун движется влево постоянно. То есть, поскольку Руслан Чигаев левша, он заступает ему за переднюю ногу и за переднюю руку. Да, это, в общем-то, главное, что учат делать в бою против Львши всегда. Если ты сам правша. Да. Ну и, соответственно, атаки справа. У Брауна довольно, отмечают специалисты, довольно быстрые руки. Несмотря на его вес, на габариты и на тяжеловесе. Хорошая вот эта ручная скорость. Посмотрим, сможет ли он ее сегодня продемонстрировать. Даст ли ему шанс Руслан Чигаев. Но по прошлому поединкам Лукаса Брауна все-таки заметно, что эта скорость падает. Да, падает по ходу дистанции боя. И к тому же, посмотрите, вот обратите внимание, как Браун держит руки. У него и есть проблемы в защите, явно. Это вот недостаток школы определенный, конечно. Но этим еще нужно воспользоваться. Слева атакует Руслан Чигаев. Так же, как и правша должен правым прямым атаковать первым же ударом. Так же и левша, соответственно, наоборот. Все зеркально. По корпусу Чигаев пытается ударить. Кстати, Чигаев мало использует обычно в боях левши против больших, тем более, соперников, ортодоксов, где главное оружие становится именно удар с леньшей рукой по туловищу. Чигаев, как правило, мало пользуется этим приемом, даже вот когда он был в своих лучших боях. Посмотрим, удалось ли кубинскому наставнику перестроить его вот в этом плане. Работает с ним, напомним, Пьедро Диас, очень известный кубинский специалист. Второй раунд, второй раунд, друзья. Первый прошел довольно спокойно. Вы, естественно, чувствовали даже по реакции зала. Не было особых вспышек, боксеры присматривались друг к другу. В таком невысоком темпе проходил поединок. Но это, уверяю вас, только начало, потому что главные события нам предстоит с вами посмотреть. И довольно скоро бой раскроется, и соперники начнут действовать более агрессивно. Каждый начнет выкладывать постепенно свои козыры в этом риге сегодня. А в зале пока что царит не восторг, а напряжение. Да, все ждут, потому что бой действительно с таким очень серьезным подтекстом. И все ждут, что же произойдет, что же произойдет в каждую следующую минуту поединку. Пока все продолжается, как и в первом раунде. Лукас Браун заходит за правую ногу соперника. Выходит от сильнейшего руки Чигаева. Но опять же, этим движением не нужно злоупотреблять. Если постоянно двигаться в одном и том же темпе... Но Чигаев может изменить свое движение и поймать его настрык. Поэтому все-таки нужно... И вот сейчас он это сделал очень здорово. И смотрите, мы говорили о том, что надо бить по туловище, да? И вот Чигаев начинает это исполнять. Друзья, это очень здорово. Мы как бы поменяли ему, что это он мало делал раньше в своей карьере. Но вот работа с новым тренером. И действительно хороший анализ дает результаты. Но фу-фу, как бы не сглазить. Давайте смотрим дальше. Зал включился, включился. И наш поединок начинают поддерживать Руслана Чигаева. Который потихонечку поддавливает. Как он сам говорит, он очень здорово, комфортно себя чувствует здесь, в Грозном, в Чеченской Республике, на этих рингах. И он очень благодарен, что вот его приняли в свои объятия здесь и дали ему вторую молодость. Медлокая атака была сейчас Чигаева. Пытается навстречу прямыми ударами остановить соперника Лука справа. Но мы видим, да, широко как-то держит руки. Размах у него большой. Соответственно, его габаритом. Этим надо пользоваться, надо пользоваться. В ближней дистанции слева коротким ударом Чигаев попадает. Вот пока не видно, в чем состоит план Брауна. Я не вижу особой опасности всего старта. Более 20 лет в России. Более тысячи пунктов приема ставок. Мы знаем, что нужно нашим клиентам. Фонбет. Ставки на спорт с 1994 года. Раунд номер три, друзья. Ну что ж, вот мы пытались как-то сейчас проанализировать первые две-трех минутки. Пока трудно сказать, в чем такая большая опасность, о которой только говорил Лукаса Брауна. Нет, действительно, ваши комментаторы посмотрели его бои, пытались для себя что-то определить. Но вот сегодня в Риге, знаете, одно дело, так умозрительно как бы представлять боксеров, а когда они выходят друг против друга в Риг и начинают действовать уже конкретно здесь, вот в следующую секунду, тогда все немножко остановится на другие места и все по-другому видится. Так вот, повторюсь, пока еще особой опасности со стороны Брауна мы не увидели. Брауна очень уверенно, очень так прагматично и планомерно, и педантично, я бы сказал, в какой-то степени действует Руслан Чигаев, но при этом определенную агрессию он все-таки выдает. Да, Браун при этом мало что делает и дает Чигаеву, собственно, в таком невысоком темпе боксировать и набирать потепочные свои очки. Вот попытка была ударом снизу достать челюсть соперника у Брауна, не получилось. Чигаев работает первым номером постоянно, идет на соперника. Сейчас справа Браун попал, но так. Таким длинным ударом. Чигаев лишь моргнул в ответ. Вот так коснулся я, на излете перчатка была. Все-таки, ну, сейчас тренировал. Ну, внимание, конечно, ни в коем случае концентрацию нельзя терять. Ну, Руслан, в общем-то, это никогда и не делает. Мы знаем его как очень дисциплинированного бойца. Он никогда себе не позволял таким вот вольностям. Бывало, что, да, соперники побеждали. Он уставал, как было, с Владимиром Кричко. Слева, справа, еще раз слева добавляет. Здорово боковые удары. И снова в атаке Чигаев. Очень убедительно это смотрелось. Еще раз скажем, у Лукаса такой оппозиции еще никогда не было. Перестрелка джебами. Чигаев упорно гнет свою линию. Вот видно, что у него очень чуткий план на бой существует. И он очень педантично его исполняет. Молодец. Но каким бы ни был план Брауна, видимо, он его не выполняет. Но он не виден нам пока просто. Поэтому трудно сказать, есть ли он вообще. Великолепный план исполнения нашей режиссерской бригады. Друзья, у нас четвертый раунд. Пока все идет тьфу-тьфу-тьфу. Еще раз повторюсь, не сглазить. Очень неплохо для Руслана Чигаева. Но это только первые три раунда четверть поединка. А со стороны Лукаса Брауна, если рассматривать этот бой, ему все-таки нужно уже что-то показывать, поскольку... Ну вот он и пытается сейчас делать в этом раунде. Все-таки он боксирует против чемпиона. И нужно выглядеть лучше чемпиона, если ты хочешь титул завоевать. Молодец, но он сейчас пытается показать. Смотри, пошел вперед. Стал работать активнее. Но тут же пропускает. Улыбка появляется на лице Брауна. Значит, он почувствовал этот удар Чигаева. Ну вот так, молодец. Руслан вот одной контратакой, одним ударом сразу остановил соперника, который как бы начинал чувствовать себя в ринге. Он сбил с него это чувство. И снова поставил на место. И бой поставил под свой контроль. Еще нужно отметить, в манере Руслана Чигаева, он никогда не делал ставку именно на нокаут. Хотя, казалось бы, супертяжеловес. Он делал ставку на то, чтобы разработать план на бой и четко его выполнять. Очень умный боксер. Если придет такая возможность добить своего соперника или отправить его точным ударом на настил, он этим воспользуется. Но так, чтобы именно преследовать нокаут в поединке, он этого никогда не делал. Я сейчас вспоминаю его бои, когда он шел так к чемпионскому бою против Валуеву. Так классно прошел, как он субъектом. С победителем. Особенно против Валуева. Ну, Валуева это уже в конце. У этого, знаешь, по-моему, Руиз, да, был по-английски. По корпусу Браун попадает, но тут же... Ну, пропускает сам в ответ. Весьма легко Чигаев отвечает на это. Небольшое рассечение, я вижу, у Лукаса появилось. Да. На левой брови. Очень рано до такой дистанции боя. Вы знаете, сегодня мне Чигаев нравится гораздо больше, чем вот в том бою позапрошлого года, о котором я вам уже столько говорил сегодня, когда он здесь, на Ахмат-арене, в присутствии 35 тысяч зрителей, завоевал вот этот пояс, который сегодня отстаивает. Сегодня он лучше, уверяю вас. Ну, при этом еще справедливости ради скажем, что Фреса Кенда, да, он, наверное, все-таки получше, чем Лукас Браун. Он умеет больше и опытнее. И сейчас сидит и ждет победителя этого боя. Да. Может быть, даже болеет за Чигаева, чтобы попытаться взять реванш. Хорошо в концовке действует Руслан. Молодец. Ну, вот сейчас в перерыве. Несмотря на то, как, еще раз повторю, несмотря на то, что бой для Чигаева пока складывается, но на нас так, как он и хочет этого, но он внимательно прислушивался к советам своих секундантов. И такое впечатление, что он еще к себе, сам к себе имеет какие-то претензии. То есть есть определенный запас, кое-что он хочет исправить в этом бою. Буквальное желание. Браун по-прежнему ищет какие-то шансы. Но такие, вы знаете, вот возникнут они, да, получится, получится. Вот как сейчас. А сам он их не делает, как бы, не готовит, да, вот. Не создает. Справа попадает Браун. До этого у него джеб и правый прямой прошел. Сейчас... Ну да, сейчас в ответ он бросил справа. Вот джеб еще раз проходит. Наверное, у нас пока что самый лучший отрезок полуминутного исполнения Лукаса Брауна. Четыре точных. Включил ноги, стал много двигаться, посмотрите. Но это ему не на пользу на самом деле. Конечно, конечно. С его-то весом, с его габаритом начинать. Вот такие движения в ринге, танцы. Причем в первой половине боя. Не знаю, увидим. Хорошо, здорово. Еще раз слева добавили. Право по туловище и лево сильнейшей рукой в голову. И чуть-чуть. Чуть-чуть бы ниже, да? Чуть-чуть бы ниже, но ноги все-таки так дрогнули у Лукаса Брауна. Ну, прямой удар левой был очень четкий. Вот буквально бы на 3-4 сантиметра ниже, да? Но все равно хорошо. Молодец. Вот нужны такие моменты, когда соперник чуть-чуть начинает оживать в ринге, получать какое-то для себя хотя бы моральное превосходство. Тоже надо его сажать, обратно ставить на место. И как раз особенно в поединках правша-левша есть возможности для контратак, для ударов в разрез, очень опасных ударов. Тем более в чемпионских боях. Хорошо, здорово. Вы все видите, друзья, да? Точный удар Руслана Чигаева. Самое главное, что они видны всем. И нам, и вам. И самое главное, вот тем трем джентльменам, которые сидят у ринга и считают эти удары. Вот сейчас зажал вроде бы в угол, загнал в угол Руслана Чигаева Лукас Браун, но ничего из этого извлечь не сумел. Думал, что делать дальше. Долго думать нельзя. Быстро пролетают раунды, заканчивается и этот. Не плохо, справа попал. Но это в плечо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается поединок. Руслан Чигаев, член клуба Ахмат Боксинг. И все пока складывается, еще раз скажу, не сглазить. Очень неплохо для боксера, за которого все мы и весь зал болеем. И в перерыве мы отметили, что Лукас Браун довольно-таки тяжело дышит. Да, задышал так, что всего лишь... Шестой раунд. Шестой раунд, только к середине подходит бой. Вот слева хорошо попал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз, еще раз, но справа отвечает Браун. Ну, мы говорили о скорости Брауна, не вижу я ее сейчас. Ну, в общем, ее и не должно уже быть. Все-таки Лукас, конечно, все то же самое показывает, что и в прошлых боях замедляется он. Хорошая атака, Чигаев. Правый крюк справа добавлен. Правый крюк справа. Хороший Кигаев, он мне сейчас напоминает себя, знаете, вот того времени золотого, да, когда он выигрывал, когда он кручил. Молодец, ну просто супер. Ну, все-таки немножко гордость взыграла Брауна и пытается он идет. Ну, Руслан видит, Руслан это все видит. Нет, это удары не опасные. Лукасу нужно что-то поинтереснее, пожестнее, потяжелее. Снова кровоточит левая бровь у австралийца. Хорошо. Не забывать про удары по корпусу. Не забывать, это получалось. Сейчас они тоже необходимы. Надо вообще сбить из темпа, из дыхания соперника. В футболе говорят навал. И такая контратака, да? Очень здорово комбинациями начал контратаковать Чигаев. До этого он делал обычно это, я имею в виду, в начале этого поединка одиночными ударами старался. Сейчас он подключает комбинации. Нет, молодцы. Опа! Левый прямой! Нет, это был левый боковой. Ну такой полубоковой, полупрямой. Здорово! Соперник в нокдауне. Сейчас Чигаеву. Уцепится. И снова он в атаке. Большой папочка в очень тяжелом положении. В очень. У большого папочки большие проблемы. Да. Кровь стала заливать глаз все больше. Еще раз слева. Опа! Канаты от падения спасают Брауна. Только канаты. В углу пытается забить. В тяжелом положении Лукас Браун. Тяжело ему стоять на ногах. И уставо. Истекают секунды раунда, к сожалению. Гонг спасет его сейчас. Здорово! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 У него все стало получаться. Соперник сломлен. Сопернику морально очень тяжело. Хотя он будет пытаться сейчас. Ой, ни в коем случае нельзя пропускать. Смотрите, у Чигаев отступает гранату. Один удар пропустил, а у Лукаса удар сильный. Ни в коем случае нельзя давать ему шансы. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Немножко отойти, не входить в рубку. Не надо это сейчас делать. Руслан отдает шансы своему сопернику, посмотрите. Совершенно неожиданно. И почувствовал Браун, что эти апперкоты проходят. Смотрите. И он почувствовал, что эти удары стали для Чигаева опасными. По корпусу. Ну медленно он делает, надо этим пользоваться. Или взять чуть-чуть паузу, отдышаться, потому что действительно удары были очень серьезные. Ну да, и Руслану все-таки непросто. Предыдущий раунд был очень активным для него. Тем был высоким. Видимо, самому нужна небольшая путь. А сейчас надо убрать злость вот эту. Я понимаю, что он сейчас на себя снится, да? Неожиданно допустил оплошность, пропустил два сильных удара. Надо собраться, собраться. Ключить голову, и все будет хорошо. Заставил Лукас Браун задуматься Руслана Чигаева. Ох, слева попадает Руслан. Здорово. Еще раз. Открытым стал бой, да? Брауну нечего терять. Конечно. Ему уже нечего терять. Тут или все, или ничего. Он должен, хочет, нарезать рубку. И здесь, вот в этой воде, мутной воде, я бы сказал, поймать свою рыбку. Молодец, Руслан. Здорово. Кровь появилась и на лбу в Австралии. ime бали. Горде, парниz, парни. Ну что ж, друзья, очень неоднознательный был предыдущий раунд В начале, к нашему удивлению, да, наверное, и к своему тоже Руслан Чигаев чуть-чуть потерял концентрацию, дал шанс сопернику Пропустил два удара, но, к счастью, во второй половине раунда сумел собраться И провести неплохие атаки В общем-то, реваншировался Драма в Грозном В главном поединке сегодняшнего вечера Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии дабл-бей Руслан Чигаев, Лукас Браун Восьмой раунд, господа Когда казалось, что уже австралиец сломлен Чигаев может его добить Вдруг поединок Ну, сам Чигаев дал шанс в тот момент Да Лукас не бросается пока так вот Откровенно, как в том седьмом раунде Ну, а переиграть Чигаева вот так вот на дистанции, в таком темпе Это, конечно, это утопия Имея любительского опыта Переиграть Да, это профессиональный бокс Но любительская основа, она, конечно же, очень серьезный футат Переиграть двукратного чемпиона мира Среди любителей При том, что у этого чемпиона мира И в профи боев значительно больше 34 37 боев у Чигаева и 23 у Лукаса Брауна Опять-таки мы повторим Какие были, да, у Чигаева и у Брауна Ну, вот сейчас вот этот темп устраивает Руслана Очень хорошо Ну, на самом деле Не надо сейчас тратить силы Надо ждать своего момента и пользоваться Но он и Лукаса Брауна устраивает Тоже Такой темп Взаимовыгодный темп Но, конечно, при том, что арсенал у Чигаева значительно шире Да Понятно, на чьей стороне будет преимущество Вот все-таки пропускает эти удары Справа от Брауна Они все-таки тяжелые Кстати Отметим, что оба боксера В перчатке Крис Панчерский Да, серьезные перчатки Очень серьезные Очень жесткие Плохо Сейчас пинтами пытался достать соперника Чигаев Были бы там канаты вблизи Лукасу пришлось бы гораздо хуже Переходят выступления Браун Но по воздуху Машет по воздуху Раунд довольно спокойный Но самое главное, что Браун ничего не сделает Крис Продолжение следует... 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 Да, причем у меня была возможность узнать судейский счет. Руслан выигрывал настолько уверенно, что ему действительно оставалось только лишь достоять до конца. Еще раз смотрим повтор. Вот он. Открылся, да, опустил левую руку. Короткий четкий удар. Он его не видел, он сам был перед этим в атаке. Ну что ж, опой из чемпиона у Лукаса.